Аидыч, ты где? О-ко. Ты чё здесь делаешь? Да говорят, вирус страшный. Не лги мне. Да не могу я пройти эту кан-созидательницу дурацкую. Аидыч, давай вместе, с нашими друзьями, мы сделаем это. Правда, не злитесь на меня. Всё, братан, погнали. Некрасиво так поступать, но мы тебя прощаем. Спасибо. Я не понимаю, как можно пройти этого босса на самом максимальном уровне сложности? На первый взгляд, ничего сложного. Разрушаем её щит, после чего подбираемся к ней с помощью крюка и бьём в самое сердце. Но цена ошибки слишком велика. Но знаешь, что самое печальное в этой истории? Что этих ошибок было бесчётное количество. Я умирал. Умирал. И... Снова умирал. И только после того, когда я потерял веру в свои силы, я решил пойти на крайние меры. Естественно, сейчас будет намного легче. Как я и думал, щит у неё тратится теперь намного быстрее. И, следовательно, по щам она будет получать намного быстрее. Ора, сколько в голове у него там было всяких ништяков. И ничего не взял. Молодец. А в самый ответственный момент боеприпасов, как всегда, не хватит. Иди, я сейчас твой друшлаг поправлю. О, осталось ещё четыре раза. Ну-ка, стой. Опс. Эй, мне стыдно. Я мажу. Друзья вообще-то смотрят. Подожди. Отлично. Вау. Вау. Кажется, я её разозлил. Смотри, тут даже нельзя наступать на эту красную зону. Ора, этот, откуда вылез этот дебил на кусок? Мне уже начинает раздражать этот красный цвет. Он повсюду. А ведь ещё и четыре раза её надо будет ударить. Так, осторожно. Немного не волнуемся. Берём себя в руки и опять даём ей пащу. Так, кто это там сзади меня стреляет? Ха-ха-ха. Ты видел? С первой тычки прямо в лобешник. О-о-о-о. Спасибо, дорогой. Слушай, я не понимаю, как я научился так хэдшотить? Или этот уровень сложности так влияет на мою игру? Блин, смотри, какой я ништяк придумал. Она даже попасть не может, прикинь. Я бы так её прошёл до конца, но её шестёрки постоянно мешаются. И этот красный пол тоже раздражает. А-уф. Братья мои, осталось ещё два раза. Два маленьких раза, но дно подо мной горит. Тут если этих чуваков вообще не хэдшотить, никогда в жизни ты не сможешь пройти. Сразу видно, что босс это женщина. Такое всё красное, что заголовок к нему можно было назвать так. Как Завидательница Красное Днище. Ну, хватит приколов ниже Плинтуса. Нам осталось ударить её всего один раз. Но после этого удара, и всё, наконец-таки я пройду этого босса. Эти головастики становятся просто невыносимыми. Ради сюда. И я понял, Ёл горит. Она становится слабее. Перестаёт стрелять недрами своей души. Но дно, это дно. Но тут всё в её... Короче говоря, это безумие. Прощай, Кан. Да, у её родителей было сложно с фантазией. Но не нам судить, май френд. И это последний удар от Эйдгоровича. Ну что, друзья, смотрим кат-сцену. Ты не сшил меня всего. На чем я имела власть? Тать от этого, чтобы защитить их. Растыр слуг на жилье. Ты сломал священную печать Урдака. Вообще не парься, братан. Все сектанты говорят одно и то же. А вот это интересно, кто же это кричит? Таинственный голос. Надо уходить. Срочно. Как вы говорите, это было изя. Ладно, шучу. На самом деле это было очень сложно. Даже учитывая тот факт, что я понизил уровень сложности на самый минимальный. Обычно я так не делаю. Но у меня не было столько нервов и, наверное, реакции. И нет такого опыта. Ну, в общем, я в шоке. Никогда я не проходил Дум на самом минимальном уровне сложности. Это для меня позор. Прости меня за то, что у меня не было целую вечность. Я решал суперглобальные проблемы, которые появились у меня на работе из-за этой дурацкой пандемии. Ну, а завтра мы встретимся с тобой на стриме. Поэтому будь готов. Заваривай супер свой чай. Или кто любит кофе? Кофе, пожалуйста. Вкусные печеньки, пахлава, семечки. Кто кому что. Ладно, шутка. Все, друзья мои. До завтра. Я по вам очень сильно соскучился. Подписывайтесь на канал. Если ты еще не подписан, с нами весело. Пока-пока.